Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем подключать датчик газа MQ2. Поехали! Датчики существуют различных типов. Каждый тип предназначен для улавливания того либо иного типа газа. Вам нужно выбрать тот, который вам больше всего подходит. Все датчики подключаются по одному типу. VCC подключается к питанию плюс 5 вольт, Граунд, Граунд, а пин А0 идет на выход к Ардуино. Важно также помнить то, что внутри датчика находится нагревательный элемент и во время работы датчик может довольно ощутимо нагреться. Итак, здесь у меня уже все подключено. Сам датчик уже подключен к Ардуино, плюс 5 вольт и Граунд. И также аналоговый вход я подключил в данном случае на пятый пин. Также к 10-му пину и к Граунду у меня подключен вот такой вот динамичек. Я взял первый попавшийся, который только есть. Давайте теперь перейдем к скетчу. Здесь в принципе особо ничего сложного нет. Легко разобраться. Никакие библиотеки не используются, а идет просто чтение аналогового входа. В данном случае это у нас аналоговый вход А5. Инициализируем пин, с которым мы будем включать светодиод. То есть, когда сработает датчик газа, у нас включится светодиод. Пин, к которому у нас подключен динамик. Аналоговый пин, к которому подключен наш датчик газа. Также устанавливаем пороговое значение, после которого будет срабатывать датчик газа. Определяем пины на выход. Подключаем сериал. И в основном цикле программы мы просто читаем значения, которые у нас пришли на аналоговый вход. Как мы здесь раньше указывали. И то, что к нам пришло, мы вводим в сериал. Вот эти значения мы пишем в сериал. Дальше мы просто проверяем. Если полученные значения выше критических, тоже выше порогового значения, то тогда мы выполняем определенные действия. То есть, включаем светодиод и пищем динамиком. То есть, через динамик издается какой-то звук. Если же значение на сенсоре не достигло порогового, то тогда у нас нет никакого звука. И светодиод выключен. Давайте проверим, как это все работает. Важное замечание. Повторюсь. Датчик не сразу начинает работать. Ему нужно какое-то время, для того, чтобы он прогрелся. Обычно это примерно минута. Ну, может быть, немножко меньше. Открываем сериал-порт. Видим значения, которые идут с нашего датчика. Я сейчас беру зажигалку. И пускаю газ. Как вы видите, значения сразу пошли вверх. И динамик стал пищать. В зависимости от того, насколько датчик прогрелся, настолько он более быстро будет реагировать. При первом запуске, когда вы только приобрели датчик, его нужно включить и оставить во включенном состоянии, примерно на сутки, для того, чтобы он откалибровался. В противном случае у вас будет немножко сложности с определением загазированности воздуха. Давайте еще раз попробуем. Как вы видите, значения идут вверх. То есть, газ улавливается. Здесь загорается светодиод. Динамик пищит. То есть, все отлично работает. Особой сложности подключения именно этого датчика или любого другого датчика газа практически нет. Просто идет чтение аналогового входа и того уровня, который передается. А дальше вы уже можете делать с этим что угодно. Настроить какую-то индикацию, либо работу, включить вытяжку, либо что-то другое, что вам будет угодно. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok